Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. И сегодня я хотела бы поговорить о моих покупках в магазине Magnet Cosmetics. Довольно много я слышала отзывов разных, но в основном положительных отзывов об этом магазине. В Москве несколько магазинов, я решила составить также свое мнение о них. Что я слышала? То, что там выгоднее покупать некоторые бренды, и то, что там эксклюзивно представлен бренд Stellar. И, может быть, я сегодня расстрою любителей этого магазина. Я много очень видео просмотрела. Довольно много девушки покупают косметики именно там. В Москве офисов Magnet Cosmetics не так много. Но по сравнению, конечно, с магазинами L'Etoile, Подружка, еще какими-то, да, такими сетивыми. Шла с работы, и где-то на ВДНХ я зашла в магазин. Так, вначале я расскажу о том, что я там приобрела, а потом уже я расскажу вам о своем мнении по поводу данного магазина. Приобрела я там средства для губ, для ногтей и кое-что для организации пространства. Хотела, конечно же, попробовать. Это бренд Stellar. Приобрела помаду в номере 09. Это пыльная роза. Вот такая вот маленькая пулька черная. Здесь, соответственно, на крышечке есть логотип S. Такой правильный оттенок нюда. Довольно сильный аромат. В том, есть помада от Stellar. 149 рублей. Была 35% скидка на этот бренд. Действительно, там есть такие вот дни, какие-то выгодные дни, когда можно приобрести эксклюзивные бренды, какие-то представленные там со скидкой. Это плюс. В чем ужасный минус, как выглядит упаковка после вот такого вот облепления бешеного совершенно скотчем и вот этими магнитными полосками. Конечно, нельзя приводить в такое ужасное состояние, на мой взгляд, вот такие вот маленькие красивые упаковочки. Потому что, во-первых, она вся липкая, потом ее очень сложно отмыть. И так упаковано в магазине Magnet Cosmetics практически все. То есть, это все мотано вот так вот скотчем, как картошка какая-то. Все налеплены прямо на самое видное место вот такие вот магнитные полоски. Иногда они сдираются просто вместе даже с описанием или, например, с номером. Это очень неудобно. Следующее, что я приобрела, это два, опять же, нюдовых блеска для губ. А один больше как помада выступает, Ultra Shine Lip Gloss Color Gloss Stay Effect. То есть, такой устойчивый блеск для губ или устойчивая жидкая помада, скажем так. Это серия Lovers. Вот Everline там стоит в пределах 160-170 рублей. И следующий BB Magic Gloss Gloss 6 в 1. То есть, это такой сильно как бы увлажняющий, питательный крем. У него фруктовый, необычный аромат для помады. Это же очень яркие ароматы, аккуратнее те, кто не выносит. И они, в принципе, чуть-чуть похожи. Этот более розовый BB, да, Magic Gloss. Приобретаю для того, чтобы работать с ними на губах. Потому что я озвучиваю фильмы, очень много говорю, у меня губы сохнут. Поэтому вот такие вот незаметные довольно средства, которые не сильно блестят на губах. Не сползают, не облезают, не капают никуда. Которые, задев наушниками, я полностью не смажу. Не буду потом как кукла вот такая себе разрисованная сидеть на работе. То есть, вот такие вот средства мне очень нужны. С трудом отлепила от них полоски магнитные. Наверное, я сейчас вот отдам мужу или дочке, чтобы они как-то оттерли их. Просто вот невозможно даже браться неприятно руками. Они все липкие. Вы видели это средство в моем ролике об уходе за ногтями. Это соцсредство от Aviline Cosmetics для мягких, тонких и слоящихся ногтей. Обычно в таких средствах есть формальдегиды. Поэтому я не каждый день их использую. Мне хочется, чтобы ногти блестели. Все сняла с ногтей. И буду наносить его после маникюра. Маникюр я делаю дома сама. Кому интересно как, посмотрите, пожалуйста, мое видео об уходе. Сейчас скажу вам, сколько стоило это средство в магазине Magnit Cosmetics. 179 рублей она стоила. Надо сказать, что у меня нет там никакой карты. И вообще, по-моему, даже там нет никакой карты. Следующее, что я приобрела, это вот такой вот бокс для косметики. Сюда ставятся, соответственно, помадки. Сюда можно поставить кисточки и положить что-то, ну, вроде пудреницы, помады. Или, например, поставить сюда духи. Вот тут, внимание, я приобрела его за 279 рублей 80 копеек. Ну, вот такая цена. Дальше, в этот же день я зашла в фикс прайс. И там этот самый бокс. Вот один в один, только без этой этикетки. Вот этот бокс стоит 77 рублей. Я не знаю, где тут выгода. Хорошо, что я купила один, а не несколько. Естественно, в фикс прайс я купила таких несколько. Кому нужны вот такие вот боксы. Не покупайте их в Магнит Косметикс. Следующее средство, которое мне было нужно, маме, дочке было нужно, это разбавитель лака для ногтей Classics. Для тех, кто не знает, ацетоном и средством для снятия лака нельзя разбавлять лак. То есть, здесь другая концентрация для профессионального и домашнего использования. Не меняет структуру лаков для всех видов лака. То есть, нужно использовать специальные вот такие вот разбавители для лаков. Я думала, когда покупала, что здесь вот такой вот удобный носик, и можно будет, ну, прямо наливать, да, сразу же в лак. А когда открываешь, увы, носика нет. Увы, может быть, можно здесь, я не знаю, даже, может быть, как-то дырочку провертеть. Но это люксовые лаки у меня стояли как-то так без дела, немножко подсохшие, поэтому я разбавила их. Прекрасная, нормальная, правильная консистенция получилась. Здесь 100 мл стоит 85 рублей. Моё мнение по поводу данного магазина. Я была в двух офисах. В одном на юго-западе и во втором на противоположном конце, на севере Москвы, то есть на ВДНХ. Вполне возможно, что моё мнение, составленное только по двум офисам, в которых я была, по двум магазинам, оно не будет полным. Что я увидела? Я увидела полки совершенно неухоженные, в магазине бардак. Охраны я не заметила. Две девочки, обе заказцы. Акции непонятно для меня лично, как для покупателя, какие товары участвуют в каких акциях. То есть есть небольшие плакаты при входе, но это всё. Например, как в магазине подружка, вот такого вот журнала я там не нашла. Для того, чтобы просто вот открыть и походить с журналом, посмотреть какие-то выгодные продукты, чтобы долго не тратить времени рассматривать все полки. Много пустых, откровенно, полок, то есть не заставленных абсолютно товаром. А где-то, наоборот, его так много, что он просто сваливается. Я увидела бардак, я честно вам скажу. Я уже отвыкла от таких, наверное, магазинах. Москва – город торговый. Такая конкуренция бешеная в магазинах. Здесь просто люди стараются действительно, чтобы зашли именно в их магазины. Поэтому очень хорошо всё устраивают в магазине. Всегда есть охрана, всегда всё чисто. Здесь же всякие какие-то магнитики валяются, какие-то обрезочки, бумажки. В общем, ощущение такое, что ты зашёл в какой-то овощной магазин. Честно говоря, не косметический. Нет желания оставаться там долго. Аромата какого-то приятного там нет, мягко говоря. Я хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, заходили ли вы в эти магазины и что вы там увидели? То есть что вы там приобретаете? Что особенного такого там есть, чего нет, например, в магазине «Подружка», «Литуаль», «Элиза» и так далее? В принципе, была в обычный день. Может быть, не в акционный, хотя нет, на какие-то хозяйственные товары, там какие-то бумага, салфетки, прокладки, что-то там такое, была какая-то скидка. В общем, я жду вашего мнения. Те, кто постоянно посещает магазин, либо те, кто один раз был и также немножко разочаровался, как и я. Если вы знаете, что какие-то товары там стоят гораздо дешевле, чем в остальных сетях, то, пожалуйста, напишите мне. Мне было бы любопытно. Я дошла еще в магазин «Литуаль», там 40% скидка на ароматы, а у меня была задумка. Мне очень хотелось купить один из ароматов, который я, собственно говоря, и купила. Это «Элен» от «Мюглер». Раскрывается этот аромат вначале белыми цветами, немного цитрусом, есть немного амбры. Совершенно потрясающе, неуловимо, тепло, горько, сладкий, одновременный, древесный. И в конце самым открываются еще и пудровые нотки. Это такой теплый, обволакивающий, похожий немножко на смолу. Фантастически невероятное то, что я всегда искала и никак не могла найти в других ароматах. Таким образом, у меня собралась уже целая коллекция ароматов от «Мюглер». Из обычной абсолютно женщины они способны сделать всегда желанную, непостижимую, неразгаданную тайнами женщину. Мини-версия парфюмированной воды от «Терри Мюглер Элен» – это более темная упаковка, как вы видите, она более вытянутая. Аромат этой парфюмированной воды более стойкий, также древесный, восточный. Там есть нежный кашемир, пачули и жасмин. Эта парфюмированная вода будет хорошим вечерним ароматом. Конечно же, знаменитые духи «Ангел», «Сияние в лучах восходящего солнца». Они очень сладкие. Начальные ноты «Бергамот», «Экзотический гибискус», «Белый мед» – это ванильный аромат, карамельный аромат. Подходит на зимний период, когда холодно, когда хочется окутаться шарфом теплым. И такой же аромат надеть на себя мягкий. Его нужно буквально каплю. Этого будет достаточно для того, чтобы он согревал в течение всего дня. Стоимость вот этой туалетной воды в других магазинах варьируется от 6 до 7 тысяч. В «Литуале» я купила ее за 3,5 по этой акции. Поэтому это шикарная цена за 60 мл. И он, как мне показалось, чуть более сладкий, нежели вот этот. Ну, может быть, такое ощущение из-за насыщенности. Еще я бы не рискнула его использовать днем, а скорее в такие прохладные вечера. Этот аромат я могу использовать днем, в холодные месяцы, то есть осенью, сейчас и зимой. Я жду ваши отзывы. Напишите, пожалуйста, свое мнение по поводу магазина «Магнит Косметикс». Очень жду. И буду прощаться с вами. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, пожалуйста. Нажмите на колокольчик наверху, чтобы не пропускать мои новые видео. Что ж, спасибо большое, что были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Пока!